всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков и сегодня мы поговорим о необычной для многих покажется моим моих подписчиков страхи страхи панической атаки в парикмахерской наверное сейчас многие думают что что за странная тема такая почему именно парикмахерская почему именно я выбрал это во первых у меня были панические атаки в парикмахерской в 2006 году и я это прекрасно помню и я помню как я с этим справлялся и хочу вас с вами поделиться этим во вторых то область изучения и работы с моими пациентами скажем так дало мне обоснование понимать некоторые вещи с которыми я бы тоже хотел с вами поделиться тут наш ролик будет разделен на две части на то что происходит с физиологией и на причины и следствия давайте начнем и так почему у многих людей возникает страх панической атаки или паническая атака в парикмахерской многие здесь думают как и я когда-то думал что у него есть какая-то болезнь которая периодически выбрасывает какие какие-то гормоны что ли или выбрасывает какое-то состояние и в этом состоянии вам надо побыстрее начать двигаться куда-то пойти как-то отвлечься что-то делать чтобы не случилось а приступ какой-то острый или чтобы с ним справиться либо чтобы вообще не умереть вот именно вот это понимание делает первую ошибку вы начинаете думать что у вас есть какие-то автономные приступы и когда вы попадаете в какие-то локальные места где вы не можете выйти у вас возникает еще больше страх потому что ваше мышление думает примерно так а если мне сейчас здесь станет плохо как же я отсюда выйду вот тут заключается много ответов на то в каких местах у вас возникают аля эти приступы давайте разберемся смотрите что такое парикмахерская парикмахерская это метафора того что я не смогу выйти как я обычно привыкла если мне нужно если у меня начнется приступ например если вы сидите под пеньюаром и стрижка уже началась либо вам окрасили волосы либо вы у косметолога либо вы у стоматолога либо вы еще где-то в общем это все места где вы интерпретируете себя что вы не можете сейчас встать и начать двигаться и начать те действия которым мы привыкли именно здесь кроется первая базовая ошибка что вы думаете что вас приступы могут настигнуть в этих местах и вы не выйдете вы ошибаетесь на самом деле на самом деле все происходит совершенно по-другому а именно вы приходите в парикмахерскую садитесь вас накрывают пеньюаром и начинается стрижка и вы не замечаете как вы начинаете сомневаться а вдруг станет плохо а вдруг меня накроет а вдруг не смогу выйти а как подумает парикмахер а как же с половиной постриженной башки пойду сейчас куда-то как что и как это будет выглядеть а если не докрасит ай и вот эти сомнения на самом деле вы сами генерируете именно эти сомнения и порождают ту нарастающую тревогу и беспокойство который вы начинаете ощущать вы начинаете это ощущать телесно и хватаете за эти телесные ощущения со словами ой ну вот подумала и кажись начинается вы не поняли что вы сами разогнали эти сомнения до уровня тревоги которая стала проявляться вы не поняли что вы это сами делаете а думаете что вдруг вы угадали что вот вы пришли и вот началось и вам кажется не фартанула вышли стричься и вам не фартанула и на этом самом месте случилось то чего боялись нет вы сами начали сомнения поэтому первое что я хочу вам сказать не бывает панических атак просто локально в каких-то местах это всегда последствия того что в этих местах сомневаетесь а вдруг будет а вдруг начнется а как я буду выходить а если не смогу выйти о я же не смогу выйти вот ваше сомнение породили тревогу эта тревога начинает нарастать и вы вторично начинаете интерпретировать нарастающую тревогу как точно начинающийся приступ и вот тут начинается паника первое что надо сделать запомните когда вы пойдете стричься когда вы пойдете там что нибудь красить когда вы пойдете косметологу не надо крутить в голове а что если это что если то как я выйду но я уже об этом говорил думаете о чем угодно об стрижке говорите с парикмахером о чем угодно но не заставляете себя сомневаться вот в этой все хрени это очень важно это очень важно что не даст вам вот этого внутреннего напряжения второе что здесь надо понимать а что будет самого худшего если случится то о чем вы боитесь тысячи моих клиентов испытывали паники на самом деле и я в 2006 году сидя под пенюаром испытал паническую атаку вы не поверите у меня было такое жгучее желание вскочить и побежать то ли воды попросить то ли скорую вызвать то ли еще что то но если вы начнете спокойно дышать и отвлекать свои мысли на очень важные для вас аспекты касающиеся дел работы поговорите с парикмахером зададите какие-то вопросы на другие темы начнете просто говорить об другом вы не разовьете в себе эту проблему а вот если вы под пенюаром начнете ой кажется начинается ой 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 у вас будет подниматься это состояние паники вот и весь ответ вы не должны сами разогнать все это от первичного до накручивания дальше это только ваше действие конечно под пенюаром вы можете на самом деле шевелить очень активно пальцами ног вашей обуви что даст вам определенное физиологическое отвлечение вы можете сжимать руки и но и руки кисти кисти рук под пенюаром что даст вам работу с мышцами и работу с напряжением но прежде всего я бы хотел чтобы вы поняли еще на этапе когда вы туда идете или тогда когда вы садитесь в ручном режиме не надо питать свои сомнения эта же техника касается самолета эта же техника касается парикмахерской это же техника касается автобусов поездов и так далее вы сами сомневаете себя а вдруг это а вдруг это а вдруг это вопрос нахера ты об этом думаешь зачем ты садишься в парикмахерскую или косметологу или самолет и начинается вот это вы же это подпитываете да конечно сомнения про ху приху приходят к вам очень часто автоматически вы их сразу не улавливаете но ребята вы сто процентов можете эти сомнения сказать так алё хорош давай о чем-нибудь другом ну образно говоря то есть вам необходимо управлять этим а для того чтобы этим управлять надо иметь информацию понимать что это вы будете создавать ничего само собой в этом смысле не происходит это вы создаете сомнение то вы садитесь кресла самолета и начинайте а если у меня будет это если будет это если будет это это вы садитесь кресла при автоматолога или парикмахер а если будет это а если будет этого если будет это это вы садитесь в поезд или вы садитесь в автобус это вы садитесь за руль машины а если будет это я не смогу как я выйду из пробки пробка же большая скоро не приедет а если да 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 и это вы питаете все эти в страшилки это вы их создаете потом расскажи раз раскочегариваете в голове картину о том как это будет выглядеть как вы под пенюаром побежали вы это сами представили себе вы это сами создали и сами испугались помнить такую фразу сама себе придумала сама испугалась сама охерела вот это сто процентов это этот алгоритм не надо питать своих чертей потому что они начинают захлестывать вас но это тоже метафорских чертей там внутри нету это сомнение откуда берутся эти сомнения посмотрите ролик он называется страх за здоровье и в этом узнаете что вот эти сомнения постоянные это метафора внутренней тревожности но в данном ролике я хочу сказать что ваше сомнение они не будут относиться к той основе проблемы невроза они относятся локально к этой парикмахерской относятся локально к этому автобусу они относятся локально к этому самолету и локально к этому такси это вы едете вы сомневаетесь часто ваши сомнения стартуют с предположений а потом подпитываются вашим самочувствием дайте себе объяснение что ваше самочувствие это обычные эмоции это не приступ это не надвигающийся сумасшествие психоз это просто эмоции посредством ваших сомнений и посредством основа вашего невротического расстройства не питаете эти сомнения иначе вы будете бегать по кругу и вам будет казаться что вы постричься не можете потому что там вас накрывает и поехать не можете потому что там вас накрывает и полететь не можете потому что там вас накрывает не накрывает вы сами себя накрываете ты сам садишься блять в кресло и сам питаешь свои сомнения ты сам от этого делаешь себя инвалидом ты сам от этого страдаешь и считаешь что виной всему какой-то болезнь который не дает тебе передвигаться там вдруг начинаются приступы не хера ты сам это делаешь взять в руки свои сомнения и управлять этим и есть твоя работа с психотерапевтом а не искать в интернете ответ на то как лечить в sd я надеюсь вы меня услышали я желаю вам успехов 21 22 22 октября онлайн вебинар посмотри на сайте а 28 29 живой двухдневный семинар в москве я рекомендую тебе присоединиться увидимся пока